В связи с объявлением режима повышенной готовности по коронавирусу, в городе Азове проводится обработка территорий, городских дорог проводится коммунальщиком ДОНа, дезрастворами. В площади автобусных остановок и Петровского бульвара проводили спасатели водные, которые располагаются в городе Азове. Это служба департамента. Завтра департамент предоставляет 17 автомашин с экипажами для обработки территорий городских учреждений и улиц. Улицы города, а также детские сады, школы и социально значимые объекты будут обработаны дезинфицирующим раствором в течение одного дня. Что же касается городского рынка, то там регулярно проводится санитарная обработка рабочих мест, а также всего объекта в целом. Все объекты торговли, культуры и образования, они должны проводить, в принципе, своими силами, все свои территории. Естественно, вот эта обработка будет дворовых территорий, которые вокруг здания. Внутри всю санобработку и содержание, поддержание санитарного состояния лежит на владельцах зданий, сооружений, предприятиях, где работают сейчас люди. В настоящее время службы жизнеобеспечения начекут не только в плане дезинфекции. Ухудшение погоды и нагон воды, прогнозируемый синоптиками, сегодня достиг своего пика. Из-за усиленного ветра река Дон вышла из берегов, и в случае затопления улицы Хутора Задони все службы переведены в режим повышенной готовности. Вчера было получено штормовое предупреждение о повышении уровня воды в связи с нагонными явлениями. Значит, со вчерашнего вечера были приведены повышенные готовности силы и средства, спасательная служба, управление. Все участники предупреждены в пункт временного размещения о том, что возможно будет эвакуация жителей улиц Хутор Задони при достижении уровня воды в опасных отметках. Всю ночь диспетчеры мониторили ситуацию о повышении уровня воды, о скорости повышения. Утром до утра превысило неблагоприятные отметки. На 12 часов пик повышения уровня воды, на 12 часов дня. Сейчас 6,58, на 1,58 выше нормы. Прогноз погоды мониторится ежечасно. По словам Николая Тищенко, ближе к вечеру ожидается снижение скорости ветра и понижение уровня воды. Ивана Пажельцева, Алексей Покатило, Азов.Инфо